Друзья, давайте поверим. Давайте похлопаем, похлопаем, похлопаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Поехали, все серьезно. Утренний садон. Задачи утреннего садона просты. Во-первых, вам надо проснуться. Во-вторых, нужно проснуться вашим людям по моментам. Сразу же проверить план человека с утра. А утренний садон до импекта? После импекта. Он приезжает на импект, он выходит с импекта заряженный борьбой страпами, который готовит вас. Ваша задача проверить его планы на сегодняшний день. Планы вы составляете, естественно, с вечера, как говорил Джим Роман. То же самое с консультантами вашими. Проверка планов. Созвонились, говорите, ну что, на импекте был? Да, отлично, хорошо. Как? Замечательно. Зарядили? Да, что сказали? Какая сегодня фича? Так что надо, ну, пихать надо всем. Отлично. Задать что-нибудь, продать пятьдесят минут. Ну, много. Пахер, поехали, пробовали. Проверка планов у нас с тобой. Что делать? Рассказывай. Ну, я приезжаю домой, беру каталоги, выхожу, раздаю, уничтожаю и вечером бухаю. Ответ на вопросы. Какие у тебя вопросы есть сейчас? После импекта, возможно, какие-то вопросы у тебя появились. Может быть, чего-то сегодня у тебя будет такое страшное, от чего бы ты хотел себя перестеречь? Попробуй там по заказам, по каталогам. Что-нибудь было такое? Какие-нибудь вопросы? Нет? Окей. Задача на день. Твои задачи на сегодня. Сколько каталогов у тебя раздано было вчера? Тридцать четыре. Собрать тридцать четыре каталога. Сколько у тебя всего каталогов? Сорок восемь. Задача раздать все сорок восемь каталогов. На сколько вчера собрал заказы? На три тысячи. Отлично, сегодня на пять. Ваша задача маленькими шажками увеличивать чек человека. У нее девочка Катя зовут. У нее сначала по три тысячи на день было. Я всем стандартно хочу в день на пятерку собирать. Она вышла на пятерку, я говорю, отлично, теперь на семерку. Вышла на семерку, поднимая, но сейчас мы с ней пытаемся на десятку день собирать. Понятно, потихонечку, помаленьку. Ну так или иначе всегда говорили всем собирать на десятку день. Но если серьезно, то потихонечку уже повышаем. Задача на день. Сколько раздать, собрать, сумма заказов, какие-то еще фишки, если вам требуется. Но задача, помните, да, рассказывал, конкретные задачи. Каждый день человеку, каждый день задачи, он должен знать, что выполняет. Вы должны ему это говорить. Эффективная мотивация, эффектная мотивация. Ваша задача после импекта тоже дать ему волшебный такой пинок, веселый. Можете утренний созвон устраивать, пометьте себе где-нибудь перед началом работы. То есть он на импект, приезжает домой, берет каталоги и когда вышел, звонит вам. Говорит, я вышел. Отлично. Проекта плана, ответа вопроса, задача на день, эффектная мотивация. Говорит, смотри, ну по поводу мотивации, мотивационной кейси я вам еще расскажу. Если уже умеете мотивировать, хорошо, не умеете, будет дальше слайд. С утренним все. Задача с утра еще раз. Проверить план, ответить на вопрос, дать задачу и эффективно замотивировать. То есть сами понимаете, что конец не должен быть галом. В конце заобщались с ним и говорите, ну что, давай, поехали, давай задача рвать. Что мы будем сегодня рвать? Еще раз, что будем делать? Рвать. Кто будет сегодня рвать? Я буду рвать. Поехали! Задача с утра. Вот это самое главное. Это то, ради чего мы все сегодня здесь с вами собрались. По моментам вечернего созвона. Записать результаты. Наблюдение за результатом. Увеличивает сам результат. Сами знаете. Записывать обязательно все результаты. То есть вы открыли корпоративную отчетность. Друзья, если знаете, что это такое, спросите у руководителя, у директора, у других филиалов. Внедряйте корпоративную отчетность. Мои люди, в общем мы начинаем вести корпоративную отчетность с того момента, как стали инструкторами. То есть стал инструктором. На, объяснили, веди. Понятно? Это очень сильная вещь. Когда ты записываешь. Когда ты пишешь мысли. Когда ты запишешь свой результат. Когда ты контролируешь. Когда ты можешь поставить твою первую неделю со второй и с третьей. Это очень важно. Результаты все нужно записывать. Я сейчас могу открыть первый каталог этого года и посмотреть, какие у меня результаты были. Потому что есть корпоративную отчетность за тот месяц. За инбарь, за февраль, март, апрель. За все каталоги есть. Я могу посмотреть, когда лидеры росли. Я могу посмотреть, проанализировать свою работу. Что я делал. Когда, чтобы был результат. Когда мастер-классы. Записать результаты. Каждого результата. Обязательно. Консультанты. С уровнем инструкторов ведут сами. Записывают результаты сами. Работа только обратной связи высокого качества. Это говорил и буду повторять. Только у СВК. Что такое обратная связь высокого качества? Кто знает? Это значит плюс или минус. Да. Здесь очень важно. Обратная связь высокого качества подразумевает то, что нужно сказать по какому-то определенному действию. Три плюса человеку, один минус. Единственное, какое замечание хочу сделать. Откажитесь от минусов. Примите вариант того, над чем нужно работать. То есть. Обратная связь высокого качества. Три плюса по работе за день. И один момент, над чем человеку нужно работать. Понимаете? Сразу объясняю. Бывает такое, что нет плюсов. Выжимаете пальцем. Юра сдал сегодня пять каталогов. А у нас обратная связь высокого качества. Сколько собрал? Ноль. Заказов. Ноль. А у нас обратная связь высокого качества. Говоришь. Ну смотри. Молодец сегодня, то что раз дал пять каталогов. Пять каталогов это не ноль. Согласен? Да. Молодец. Отлично. Второе. Ты вышел работать. Это уже достижение. Правильно? Да. Замечательно. Вот как ты организация шел в пятнадцать? В пятнадцать организаций для первого дня? Молодец. Хорошо. То есть. Молодец, что раздал. Молодец, что вышел. Молодец. В пятнадцать организаций. Молодец, что трубку взял. Да. То есть. Высосать можно из всего. Над чем работать тебе нужно? Ну. Честно, откровенно. Если завтра пять каталогов раздашь. Мы больше стою никогда не будем созваниваться. Понимаешь? Да. К чему кладем? Поэтому работай над разданными каталогами. Раздавать нужно посмотри. Понятно? Не говорим, что ты пиздю. Тебя плохо на клубе раздаются. Молодец, молодец, молодец. Работай над этим. Только обратная связь высокого качества. Совсем. Понятно? Потому что сразу же объясняю. Человек по факту пиздит везде. Может быть со мной согласитесь. Ты приходишь в детский садик. Там тебя пиздят. Потому что ты тащишь девочку. За волосы пасмар. Там. Идешь в школу. Тебя пиздить. Говорят. Ты ничего не вырастет. Ты умрешь. Тебе нужно учиться. Без образования ты никто. Ты приходишь домой. Тебя говорят. Ты дурацкий сын. Ты, по-моему, посуду. Ни хера не делаешь. Тебя никакой пользы. Только не убытки. Ты пассив. Расслепсивый. Вот. Ты идешь на тренировку. Тебя говорят. Давай, ебашь больше. Нужно колоть сусанол. Все будет хорошо. Все будет замечательно. Давай, блядь. Не тупи. Ебашь. Ты встречаешь девушку. Она говорит. Бля, у тебя слишком маленькая писька. Как можно жить с такой невероятного? Боже мой. Ужасно. Бам. Ты приходишь к бабушке и говорят. Хуй ты так мало ешь, блядь. Тебе больше. На тебе еще. На сало. На сало. Ты приходишь на работу. Ты чмо. Ты ублюдок. Иди подотри. Я посрал. Здесь еще ничего вырастет. Кроме не раздаются. Сдохни. Умри. Сука. Артем. Сейчас. На полтора. Да. Человека пиздят везде. Ваша задача. Наша задача не пиздить его. Если он конкретную ахинею творит. Это тоже все пометит где-нибудь сбоку. Ругать только лично. Я говорил, но все-таки. Ругать только лично. Иногда человеку нужно ругать. Иногда это очень важно. Но только лично. На встречу группы приходили. На часик. Пораньше. Ну и там ему обратную связь низкого качества закатили. И жили. Прекрасно. Это вторая часть. Только обратная связь низкого качества. Понятно? В любой ситуации. Три плюса. Один над чем работать. Три плюса. Один над чем работать. С целями. Очень важно. При вечальном созвоне работать с целями человека. Что такое цель вы знаете? Объясняю. Для большего понимания. Каждый сюда приходит с какой-то определенной целью. Кто-то заработает на айфон. Кто-то просто от нечего делать. Кто-то расти по карьере. Кто-то непонятно ничего. С целями работать. Говоришь. Слушай. Твой сегодня день прошел так потрясающе. Помнишь, что ты хотел заработать на айфоне? Да, помню. Если будешь работать так каждый день. Через месяц у тебя будет новый айфон 7 Pro. О, он же стоит 90 тысяч. Ну вот, потому что ты сегодня собрал много заказов. Продолжай делать это дальше. И в конце месяца у тебя будет новый айфончик. Понятно? Приходил сюда, чтобы развиваться в голове. Говоришь. Молодец. Слушай. Сегодня по работе супер. Продолжай так. И через неделю-две ты пойдешь в инструкторский интенсив, где будешь развиваться. Работайте с целями. Когда вы работаете с целями людьми, ваши желания, ваши цели автоматически исполняются. Ну, мы работаем с вами в данной сфере. Понимаете, да? То есть для того, чтобы нам зарабатывать больше, наша задача научить наших людей зарабатывать больше. Чтобы наши мечты и желания исполнялись, нужно, чтобы исполнялись мечты и желания нашей структуры. Все просто. Работать с цельми. При первой возможности вставлять это куда-либо. Понятно? Сегодня рабочий день был хорошим, будешь продолжать так работу, через год ты будешь директором. Рисовать картинки. Это самый главный и важный элемент мотивации в вечернем сознании. Примерно. Рисовать картинки обычно легко со словом «представить». Можете поменять. Просто «представить». Замечательно. Представь. Вот то, что ты сделал сегодня, ты сделаешь завтра. Представь. А послезавтра. Ты можешь представить себе то, что ты делаешь каждый день. Если можешь, это исполнится обязательно. А если ты можешь это себе представить, то ты и представишь твой фон, который будет через месяц. То же самое, что с ценами, только обязательно рисовать картинки в голове человека. Закрой глаза. Представь. Прошел месяц твоей работы. И ты лежишь на пляже, на голом песочке. Мимо тебя бегают крабики. Голые крабики. Голые крабики. Кусают тебя на сапочку. Твои нежные ножки легонечко омывают океан. Ты чувствуешь, как акула откусила тебе пальцы. Рядом с тобой коктейль. И из пиявок нежно и вкусно впиваешь его в себя. То есть ты будешь работать, и работать будешь хорошо. Через месяц эти пиявки так или иначе окажутся в тебе. Правильно? Недавно. Смотри. Смотри. Представь картинки. Вы что-то нашли. Не блюй на вам. Не блюй. Говоришь. Закрой глаза. Нет. Я никогда не поведусь. Закрой глаза. И представь, что через месяц ты руководитель. Представь, как ты одея. Представь, что у тебя своя структура. Представь, что ты берешь одного за руку и здороваешься с ним. Представь, что твой товар в рост баллов семь с половиной тысяч. А теперь открой глаза. Если ты будешь делать все, что ты делал сегодня, через месяц у тебя будет не это похуй. Большой. Волосатый. А если мы завтрашний день начнем работать и начнем работать плотно, картинка будет точно такой, которую я тебе только что сказал. Понятно? Рисуйте картинки. Пускай маленькие, пускай большие, пускай продвинутые. Как рисуют продвинутые картинки, мы еще будем начать потом. Но при созвоне обязательно это делать. Понятно? Встраивайте. Делайте свой созвон эффективным. И заставляй думать своей головой. То есть, в большей части, наверное, общаться должны не вы, а они, структура ваша. То есть, элемент классной работы, это, наверное, уже на тех, кто постарше, чем консультант, который работает 2-3 дня. Это недель, наверное. Но, если мы с ними изначально работаем обратно с высокого качества, что у тебя получалось хорошо? На чем тебе нужно работать? Вот здесь вот, где-то после недели заставляйте их думать своей головой. То есть, что у тебя получалось хорошо? Расскажи мне. То-то-то. Молодец, хорошо. А еще? Там-то-то. А еще? То-то-то. Молодец. А как думаешь, над чем тебе нужно работать, чтобы твои результаты были еще лучше? Вот над этим-то, над этим-то. Понимаете? То есть, если как только они начали работать, мы им сами говорили, а сами говорили, ммм, 5 каталогов, заебись, раздал, заебись, подводил, заебись, выглядел, поработай над количеством, значит, пойдешь на хуй. То после первой недели говорили, что у тебя получалось хорошо? Это, это, это. А над чем тебе нужно работать? Понимаете? То есть, самая главная задача ваша, из консультанта, вводить инструкторов. Не бывает такого, что он пришел и он такой, и на следующий день тысячу баллов будет. Ну, бывает, конечно, но это очень редко. И ваша задача медленными, маленькими ступенечками заставлять человека думать своей головой. То есть, сначала мы с ними работаем обратной связью высокого качества. Через неделю они с нами начинают так работать. То есть, Егор, скажи мне, что у тебя получалось хорошо? Пам-пам-пам. Егор, скажи, над чем тебе нужно работать? Понятно? Это тезисы. Записывать обязательные результаты. Работать только обратной связью высокого качества. Работать с их целями, потому что, когда они достигают своих целей, наши цели автоматически достигаются. Рисовать картинки в голове. Представь, что вот ты держишь этот айфончик, он rose gold, такой хороший, красивенький, тебе нравится. Ты проводишь по нему пальчик, вот такой вот сенсор, очень хороший, красивый, какие-то отпечатки. И ты единственный, больше ни у кого такого нет. Ты приходишь, показываешь коллег, говоришь, насоси тихую, пошли ко мне, будет такой же. Замечательный. Представь, думать свою головой. Давай сам расскажи, чтобы получалось хорошо начать работать. И можно. Понятно? Вот это продвинутая часть. Учите всех думать своей головой. Тогда инструкторам будут выходить них. Как Вова с этим. Кстати, банкой. Без топором. А, нормально. Окей. С этим окей? Да. А теперь по поводу вот самого главного момента. Объясняю, как эта структура созванивается. Первый момент – предварительные ласки. Вот это я вам вкину, но вы все же запишите, потому что это самая важная часть, ради чего мы все сейчас это с вами делаем. Предварительные ласки. Юля, штука предварительной ласки. Проговорительные ласки. Погоди-то начали. Вот и здесь. А где еще это рассматривать? Предварительные ласки. Преписительно две минуты. Что нужно делать? Не на тему работы, как дела, как самочувствие, как очёпы. Ну просто. Отучайте людей делать так... Привет! Я расстал столько, забрал столько, заказал на столько... Отучаем. Не на тему работы. Привет, Женя. Как дела твои? Я сегодня раздал. Нет, 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 подожди. Как твои дела? Нормально. Нормально это хуёвывать, как говно пробовали посередине. Должно быть либо хорошо, либо плохо. Плохо. Отлично, тогда иди нахуй застрелись, потому что зачем жить, если дела плохо. А, нет, у меня всё хорошо. Ну, хорошо. Как твое самочувствие? Нормально. Какой погодой сегодня? Ммм, замечательно. Как с родителями? Ммм, нормально вообще. Ты покушал? Да, покушал. Ну, отлично. Поехали с тобой. А учёба? А, нет, ещё учёба. Ну ладно. Просто не на тему работы, подготовиться, чтобы без вот этого. Второй рабочий момент. Вот то, что вы сейчас запишите, обязательно потом себе перенесите или в электронный вариант, или сфотографируйте. И созваниваетесь так. Да, вы что-то поменяете, исходя из того, как вы работаете с структурой, и что думают об этом ваши руководители и директора, но элемент шаблона, как я работаю, он идентичен вот этому. То есть, то, как я обгоняю структуру, и он сейчас рассказывает. Предварительные ласки, второе рабочий момент. В рабочих моментах что нужно узнать? Бонус баллов, собрал. Первое. Сколько раздал? Сейчас это называется РК. Второе. Сколько собрал? Сколько собрал, естественно. Это называется РСК. Сумма заказов, естественно. И последнее. Собитый балл на пиле. Да, бонус баллов, пробил. Б, Б. Вот эти четыре главных рабочих момента, которые приносят пользу. То есть, результат. Вообще, по факту, можно вообще все нахер убрать. И спрашивать только вот это. Ну, по-моему, он висит это сначала. И каждый раз пиздит, если на балл пробил. Сколько раздал, сколько собрал, сумма заказов, бонус баллов пробил. Самое главное, записывая результаты сразу же в корпоративную отчетность. Начинайте вести, начинайте вставить. Вещь очень сильная, просто неимоверная сила. Егор, ну сколько раздал? 25. Хоп, записал. Сколько собрал? 25. Хоп, записал. Сумма заказов? 8. Хоп, записал. Баллов пробил. 200. Хоп, записал. А это? Да. Третий момент. Разбор дня плюс обратная связь высокого качества. Как пять минут? Вы знаете, тратить, если так только перечислить четыре цели? Ну, это да. Ух, ех. Здесь вот время неправильно, да. Потому что раньше ты не поменял, моя ошибка, потому что раньше не было третьего пункта. Все уходило. Да, поэтому пять минут. Ну, здесь вот занимает у вас где-то секунд 30-3 минуты, понимаете, да? Чтобы не наебывать себя и меня. Я поменяю, потом обязательно, да, спасибо. Потому что сейчас это отдельный пункт, это правильно. То есть здесь ваша задача просто сколько раздал? 15. Вот, записал. Вообще без комментариев. Понятно? Единственное, что можно сказать, это да, да, хорошо, да, 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 продолжай, да, повыше чуть-чуть. Сколько раздал? Собрался на заказы, будем сбалывать. Без комментариев. Сколько раздал? 15, собрал 25, дожказал, будем сбалывать. Записим, как правильный учет. Разбор дня плюс обратная связь высокого качества. Вот здесь вот очень важно, пока не записывай. Если меньше 25 каталогов рождан или собрано, или там сумма заказов, которая нас не удовлетворяет, Либо еще что-то не так, либо вот какие-то моменты нас не устраивают. Мы начинаем ебать эту суку, пока она не даст нам всех результатов, которые нам нужны. То есть здесь начинается заеб. И он будет соберет на следующий день заказы, потому что вы его заигрываете. Повезло. Почему ты раздал меньше 25? Даем обратную связь и задаем вопросы. А во сколько организаций ты зашел? А работал ли ты с возражениями? А улыбался? А внешний вид какой был? А ты пробники показывал? А золотые вопросы задавал? А какие золотые вопросы задавал? А фразу яхарь? А ты читал главу по сбору и раздаче каталогов? Может быть работу с возражениями забыл прочитать? А ты расширял заказы? И я так, ну не фазу, просто писать вот этот рецепт. Понимаете, да? Если меньше 25, просто нужно проскочить. Проработать. Понятно? Заказов мало? Проработать. Что-то или не так? Проработать. Потому что иногда бывает такое. Ну вот в среднем приходится такие люди, были у вас, наверное, такие, которые говорят. Я раздал с фулкаталогов, собрал баканс на 500 рублей. Были, да? Ну есть такие, встречаются, естественно. Ну я просто чисто откровенно говорю, я не могу терпеть. Бать-то тяжело. Я говорю, хуй ты мне пиздишь? Ну просто. Потрясающая фраза. Хули ты мне пиздишь? Очень хорошо. Я не пиздю, все дела. Как эти элементы обходятся? Очень легко. Быши отлично. Завтра мне с тебя нужно 30 фотографий. Тебя, клиента и каталога, которые ты им раздал. Вот так вот. Никто фотки не присылает, зато все раздают и у всех заказы есть. У меня нет заказов, я собрал 100 каталогов, но мало заказов. Быши отлично. Завтра твоя задача собрать каталоги и сфотографироваться с клиентом, каталогом и бланком заказа. Вопросы твои попадают. Есть такие, кто, сука, уперты, был у меня такой мальчик, который фотографировался и типа заказов нет. Но я-то, блядь, понимаю, что, скорее всего, он клиенту кэшелка-длога ставит, и он сразу там столкнулся с каталогом, бланком. Это если вы поебаться хотите. Сейчас я обычно говорю, иди в пиздевую, тысячу баллов подержи, а ты нет. Если поебаться, говоришь, отлично, мне нужен твой день на видеокамеру. Ты клиент и все, как ты не хочешь. Прибежи себе телефон на голову и покуясь. Короче, если вдруг вы чувствуете, что что-то не так, говоришь, блин, полторы тысячи баллов переделываю, звоню ему. Если действительно у человека что-то не получается, вот это обычно используется на первых этапах работы. Даем обратную связь, не даем вопросы. Ага, отлично, раздал меньше, чем нового. А сколько ты организаций зашел? В 25. А раздал сколько? В 15. Хорошо, смотри, твоя задача раздавать 30 каталогов. Для этого тебе нужно заходить в 90 организаций. То есть завтра твоя задача зайти в 90 организаций. Доводим до абсурда. С возражениями работал, мне часто отказывали. Работал с возражениями? Да. Ну давай проработаем, мне не надо. Пам-пам-пам. Прорабатывай, по телефону. Все просто. Внешний вид, как выглядит. Скинь фотку. Не, так выглядит нельзя. Улыбался? Да. Не так улыбать надо. Пробники показывают, мне говорили, что мне не надо. Не надо, я не хочу ничего заказать. Заказывать не надо, просто пробники, чтобы намазали. Вот это я не буду дальше разбирать, а сводить здесь. Понятно? То есть задача заебать его до тех пор, пока он не даст нам то, что нужно. Работа, обрабатывается в сторону качества. Обратно, в СВК, в чем молодец, сказать три плюса в работе за день. Зачем консультанту нужно работать? Сказать один, в момент улучшения деятельности. Это вот то, о чем я вам рассказывал. То есть, разбираете день, работаете над цифрами. Раздал, собрал сумму заказа 2 баллов, а потом, после всего того, что мы ему высказали, мы все равно говорим. Слушай, ну так или иначе, ты молодец, раздача, старался, красавчик, уважаю тебя. Молодец, внешний вид. То, что ты мне рассказал, вообще потрясающе, что замечательно, все хорошо. То, что улыбался, это шикарно. То есть, если умеешь уже улыбаться, то далеко с тобой пойдем. Единственное, чем работай, работай обязательно на сумме заказов. То есть, прочитай главу по расширению заказов, по сбору каталогов, чтобы твои результаты выросли. Это очень важно. Понятно? Вот. И когда вот эти вопросы задаешь, очень много плюсов можно найти. Или очень много минусов. Но наша задача с нами говорит, три плюса и один о чем работать. Четвертое. Планы на день плюс мероприятие. После того, как вы вот это вот все проделали, ваша задача прорезюмировать с ним планы на завтрашний день. Что планируешь делать завтра? Полностью прописать день, во сколько встать, во сколько начать. Корректировать день обязательно у человека. Сколько раз дать, сколько собрать, на какую сумму заказов, сколько раз звонить руководителю. То есть, его задача рассказать вам план его на день. Просто детально. Отлично. Ну, расскажи, что буду делать дальше. Хорошо. Встаю в 8, еду на Эпик, после Эпикта приезжаю, беру холодильпробники, отзваниваюсь тебе, иду их собирать. Собираю там 30 каталогов, собираю заказы на 15 тысяч рублей, раздаю все 50 каталогов, еду вечером на бизнес-тренинг, приезжаю домой, отзваниваюсь тебе. Отлично, меня все устраивает, хорошо. Завтра ждем. Если вас что-то не устраивает, план говорит, ну я приеду на Олимпик, потом приеду, посплю, встану через 2 человека, потом там каталогички, потом пойду, посплю, потом соберу, говоришь. Отлично, план меня устраивает, но мы его немножко корректируем. То есть, ты приезжаешь, берешь каталоги, идешь раздавать, а спишь вечером, понял? Ну, мне тяжело. Если вы хотите, говори, можно делать, понял? Понял? Плюс мероприятия, естественно. Напомните мероприятия этой недели. Каждый день, просто. Просто каждый день поменяем. Сегодня понедельник, у нас следующий бизнес-тренинг в четверг. Сознание пишет. Ты помнишь, что у тебя в четверг? Нет, не помню. Тренинг по карьере. Быть обязательно, ведет с Неселом Галаланов, лучший человек отелял номер 2. Отлично, замечательно, хорошо. Почему он у него ученый человек? А? Почему он у него ученый человек? Ну, у меня пример. Ну, что завидуешься сразу? Ну, я же фро снял. Хорошо? У нас нет, у нас все хорошие. Ну, да, замечательно. Ведет куча человек. Отлично, четверг, тренинг по карьере, ведет куча человек. Вот все, которые вяжли, ну, уйдите на, приходите. Просто жмем вот куча человек. Вот, отлично, хорошо. Так, и дальше. В четверг у нас бизнес-тренинг ведет Данил Кривер. Данил Кривер. Окей, вторник. Помнишь, что в четверг? Да, бизнес. Отлично, приходи, будет потрясающе. Ты это помнишь, что ты в четверг? Бизнес, помнишь? Да, приходи, будет вообще потрясающе. Просто напомнить, чтобы не забыло, чтобы заикануло, чтобы охренеть не было. Ну, последнее, пятый, фаерклоу. Фаерклоу, да, пускай мы вечером о нем говорим, а вечером обычно поток мотивации всегда, ну, большества. Было у вас такое, да, что, ты вот вечером после тренинга такой, а, я готов ебашить, а с утра, ну, тебе было, да, естественно. Вот, но все равно вечером задача дать посылу, чтобы вот этот вот стержень мотивации, поток, который вырос, остался до утра. И поэтому фаерклоу это самая главная вещь. То есть, подвести итоги, сказать, я очень рад, что мы сегодня с тобой созвонились, у меня большой молодец, ты подаешь большие надежды. Спасибо тебе за то, что ты есть. Твоя задача продолжать работать в том же духе, набирать обороты, естественно, и показывать максимальные свои результаты. Завтра докажи мне, что ты понял то, о чем мы с тобой говорили, и что я не просто трачу на тебя время, потому что я не люблю свое время спускать впустую. Спасибо тебе, отдыхай, ты манец. Понятно? Ну, еще что? Резюмируем. Общаемся не на тему работы. Сколько раз он собрал сумму доказа в рабочий момент? Записим их в корпоративный отчетник. Если меньше 25 каталогов прорабатываем, или мало заказов, или мало собранного роздона, даем обратную форсию высокого качества, план на день обязательно корректируем, чтобы он все делал так, как надо. Уже говорим о мероприятиях и заканчиваем их. Все. Так? Вопросы? Угу. Хорошо. С родственниками спроса, на полную выпуску работ на 101% или в 10%. Все понятно, все доступно, замечательно, все хорошо. Угу. Вот это самое главное. Если вам нужно корректировать, корректируйте. Я работаю, поэтому меня все устраивает. И я сейчас. По поводу корпоративки. Вот так вот выглядит корпоративная отчетность. Свет не буду выключать, но чтобы вы понимали. Это моя структура на вчерашний день. То есть на четверг. Это скриншот сделан был четверг. Консультанты как зовут, его результат. Роздано каталогов сумму заказов, продвинуты будут баллы. Цели и сколько осталось. Вот с этой вот вещью обязательно нужно работать. Это очень важно. Когда неделя начинается, обзваниваем консультанта и ставим с ними цели. Запишите себе в начале недели ставить цели с консультантом. И желательно как раз таки работать вот этой самой корпоративной отчетности. Сегодня спрашиваем. Влад, сколько мы с тобой хотим раздать каталогов за неделю? Если есть. Отлично. Если мы ставим план, мы ставим цель, мы должны выполнять. Понимаешь? Да. Выполнишь? Да. Не выполнишь, приносишь торг навстречу группы. Да? Все. Ну или печенье. Я печенье себе забираю. Ну то есть сразу же. Ну хотите, не делайте. Ну я пожараю. Сумма заказов. Отлично, Влад. Сколько мы с тобой сумму заказов делаем? Сколько мы сможем собрать с тобой заказы в неделю? 20 тысяч. Уверен? Да. Точно пишем? Да. Поехали. Пробить баллы. Сколько пробиваем баллы? Пам. Ставим цель. И каждый день, когда мы общаемся, ну то есть вот это вот. Ой, перескочил. Когда вот это вот у нас есть, где-нибудь вот здесь, вот в разборе дня, в разборе дня, вставляем обязательно эту корпоративную отчетность, работу с ней. Или вот как раз, когда вы закончили запись в корпоративную отчетность результата сразу. Ну то есть, этап простой. Или в конце, или в самом разборе дня. Говорим, смотри, что у нас получается? У нас сегодня с тобой четверг. За 4 дня, неделя, мы раздали 107 каталогов. Ой, бля, туда скиплено. Я вас, я его глушаю. Давайте, Катя. Смотри, Катя, на четверг мы с тобой 81 каталог раздали, собрали заказов на 19,656 и уже пробили 244 балла. Говорю тебе, чтобы ты знала свои результаты, потому что я по тебе отчитываюсь, это моя обязанность. По целях у нас с тобой было, помнишь, да, 120 раздать, сумма заказов 250, ой, господи, 25 тысяч рублей и пробить бы он с баллов 500. Помнишь? Да, хорошо. Смотри, что у нас с тобой осталось? Осталось раздать 39 каталогов, ну то есть, справляемся, все хорошо, все супер. Сумма заказов 5,343. Тоже справляемся, замечательно, ты сама понимаешь. Поэтому на следующую неделю, когда будем ставить с тобой планы, цели, обязательно говори цифры побольше, чтобы мы с тобой росли. Потому что если мы не растем, не растем, мы деградируем. И пробить 256 баллов, ну я думаю, ты успеешь, потому что сегодня только 4, когда ты будешь в 5, в субботу или по 7. Кстати, на этой неделе ты не брал выходной, тогда будем отдыхать. Обязательно будем выходной давать. Ну хотя бы один, просто чтобы атрофировать. Учите людей отдыхать, чтобы они, говоришь, сука, позвонишь мне, или я тебя где-нибудь увижу, убью на них. То есть чтобы отказывались от ЛСГ, меняли атмосферу. Смена обстановки, понимаете? Иначе привыкну. Все. И тут сразу все понятно. Она знает, какие у нее результаты сейчас, конкретные. Она знает, какие у нее цели, и она знает, что ей нужно делать, чтобы у нее все получилось хорошо и замечательно. Понятно? Работайте с этой вещью, она очень сильная. Плюс тут более того, сколько уже, сколько планов структуры стоит, сколько всего у консультантов, сколько осталось. И вот я когда работал, ну вот Дима, Вадим, Таня будут соврать, когда вот только были они консультанты, вы помните, каждый день вот это было в чате. Ну, скорее всего, у вас есть чат ваших консультантах, да, в контакте? Каждый день в чат вот это скидывалось, чтобы они сами смотрели на свои результаты, чтобы они мотивировались и понимали, что кто-то оторвался, кто-то недалеко, кому-то еще пиздец хуярит, а кто-то еще даже иначе. Там у меня ситуация была, девочка работала, вроде девушка неплохая, ну, толковая, в общем, а результат был, ну, такой усредненный, чуть ниже нормы, и она говорит, да меня, блин, бесит, я все смотрю на остальных, у всех там по 10-20, блин, тысячу баллов за 4 дня, там, на эти все мастер-классы хожу, все рассказывают про то, как он делает результат, я чувствую себя какой-то не такой, может, это не мое просто. У каждого фрукта свой срок созревания, элементарный пример, Дмитрий Ильиченко, да, Даня? Какого-то было, тысячу баллов. Да? Ну, короче, ну, не в этом дело, все равно ты первый. Я помню, когда Дима говорил, короче, типа, удаляй меня из корпоративной отчетности, я не буду работать с договором, было такое, что, типа, мои результаты хуевые, было такое, да? Я не хочу, чтобы я торгую, пизду меня. Правильно послали? Правильно послали. А, у каждого фрукта свой срок созревания. что ты как раз работаешь? А? Как ты его работал? Ты ему похер вообще долгил. Я это удалил просто. Я просто удалил его наоборот. Ну да, он мне звонил, в корпоративке не был, все нормально. Ты говоришь, окей, удаляю, нафиг, все. А все равно результаты скидываю, все равно все видят, что, как, у кого, зачем, почему, зачем. То есть, есть люди хорошие, есть люди плохие, есть нормальные, но я считаю, что человек охарактеризует его результат. Насколько бы человек не был бездатым, его охарактеризует его результат. За мою историю было очень много народу, которые тысячу баллов за день пробивали, за два, за три. И в большинстве случаев на следующий котлок их не было. Странно почему-то. Хотя, выглядит хорошо, все нормально, все замечательно. Ну, может быть, ребята, которые простые, они больше ответственности к этому прикладывают. В общем, человек не хочет, вычетки мы нахер, но я здесь вообще вписываю только те, с кем я работаю. Ну, и все. Вот это все мои компетенты, они могут понять. Ну, еще один, давайте. Самое главное, старайтесь делать, чтобы у вас цифра была больше вот эта всегда. То есть, маленькие у меня работают. Ну, сами понимаете, почему. Самое главное, интересное, работать с третьими. Просто, делаем все то же самое, что делали, а только нужно привыкать. Привыкать общаться на ты, привыкать создавать отношения работодательных сотрудников. Ну, естественно, выглядеть подобающе и общаться. Короче, не нужен человек, вычетки мы нахер. Все просто. По результатам понятно? Вот это очень самая, самая важная вещь. То есть, корпоративная учетность, результаты каждый день вносите, там дальше будет людей, у которых, кстати, тоже сами все знаете. и о результатах сообщаем. Скриншот в чат себе, скриншот в чат себе. Начинайте даже с того, что результаты очень херовые, очень маленькие. Начинать с чего-то нужно и давать ответ перед собой, что дальше говно, но дальше будет лучше. Принимать того, что сейчас говно, а дальше все равно нет. С корпоративкой понятно? Писали результаты, скинули, смотрят на результаты друг друга, этот понимает, что, бля, все-таки iFlame продается. А этот понимает, ой, чуть-чуть осталось догнать. Этот понимает, он, мне вот всего, он упал. Окей? По поводу мотивационных кейсов, которые нужно использовать в созвоне с людьми. Отпишитесь. Мотивационные кейсы. Еще раз, их нужно использовать в созвоне с людьми и просто в работе. Это уже следующая часть МК, но все-таки это тоже будет краткий. Моменты. Наклятый результат реформа отчетности. Мотивирует сильно. Да, понимаю, херово видно, буду считать. Наглядные результаты в корпоративной отчетности. Еще раз, мотивирует очень сильно. Но представьте, были бы вы в этой отчетности, и лучше вас был бы кто-то. Ну, естественно, понятно, что я хочу быть самым лучшим, особенно, когда тебе молодец, ты должен быть лучше всех, выше звезд, и ты скидываешь все виды, результаты друг друга и понимаешь, ну, как тут нет предела совершенства. Сравнение с лидерами и аутсайдерами. При созвоне очень хорошо, очень хорошо работает. Делал кто-нибудь уже? Делал. Какие выводы? Ну, можно было бы круто делать. В корпоративной отчетности есть вот такая тема, но я показываю. Есть лидеры, есть аутсайдеры. Да, понимаю, что некоторые еще только наши работают, но если цифра уже такая, есть лидеры, есть аутсайдеры. Это очень важно. И ты начинаешь говорить, так, смотри, у нас есть лидер Екатерина, за неделю у него заката больше всего. Ты парень, ты весишь, сука, 100 килограмм, жмешь 130, и у тебя заката на 4000? Тебе вообще, как бы, да не стыдно, что у тебя девочка 18 лет и переезжает к каталогу? А тем более по закату. Ну, парня это затенет, так или иначе. Удар по самолюбию. Да мне все равно на это, а я по себе знаю. Чик-чик-ичик. То есть сравнение с лидерами и аутсайдерами. Пример, еще раз. Говоришь, так, кто у нас? Галя, молодец, очень хорошо, ее плотно идем, но, к сожалению, ты пока на втором месте, на первом кате 19 тысяч, поэтому ты давай обороты набирай, всего 3000 разрыв, сегодня поработай хорошо, чтобы вырваться на первое место. Потому что чем больше закаток, тем больше почтения, тебя воздают на встречу группы, дадут шоколадку, у нас такое есть на встречу группы, заработаешь больше, чем охладку. Ну, естественно, все будут задавать тебе вопросы, ты уже будешь задать встречу группы, это важно. Сравнение с лидерами. С аутсайдером, шлак, любая, она и голая. Тогда что еще у меня? Сравнить несколько. Говоришь, ты совсем? Ты. Хуже тебя человек, который не сыграл каталоги. Девочка маленькая, крупная, 18 лет этим кататься, соберешь, я понимаю, что только начинаешь, ну, что тебе за хуя? Сто семь каталогов начинают он только. А что ты делал, ну, скажи, что ты делал с Екатериной, чтобы она не подумала, что у меня, я лучше всех, что ты не расслабляешься? А у меня такого нет. У меня по факту отсутствует такое, что о, ее корона, все дела. Я даю почувствовать власть, я даю почувствовать мощь, но если я вижу корону, я и подумал, и вот так вот. Ну, то есть, ни в коем случае нельзя, чтобы звезда была. Нет предела совершенству. Сквозь тернии к звездам собираемся и растем. Все просто. У меня нет такого, кто на первом месте, сейчас на первом, один, например. То есть, она на десятку там собрала, она хопа, на первую выявилась. У меня все плотно, друг с другом идет. Один, ты, 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 ты. Вот ты говоришь, что 19-600 собралось, тыишь, отлично, нам надо с тобой полторы тысячи баллов держишь, чтобы на уходящий должен переводиться. А вот этого не хватает, понимаешь? То есть, тебе нужно собрать на заказах на 75 тысяч что перевести, у тебя всего 20, давай набирай обороты. Да, сзади тебя есть люди, которые отстают, ну ты на них не ориентируйся. Они только начинают, или они вообще ватные, ты их сама видела. Наша задача с тобой ориентироваться на лучшие результаты. Посмотри результаты других структур. Там, Димина, Вадима, Таня есть. Ты же, приходи на встречу группу, там девочка с неделю на 40 собирает. Параллельное сравнивание, параллельные структуры. Говоришь, наша задача с тобой не быть лучше, чем они, а быть лучше, чем ты была вчера. То есть, ты вчера собрал на 5 тысяч, сегодня нужно больше, чем на 5. Сравнивай себя, твоя задача не быть лучше, чем кто-то, а быть лучше, чем ты. Все. Донесение на слова, если есть короны, изданут про ней разок, и люди без звезды. Это важно. Ну, Лёва, прикупилась. Хорошо, я еще использовал, то, что-то тут вырывается вперед, я ему говорю второго, кто рядом с ним, ему говорю, что вот, а смотри-ка, а вот Галина, она собирается тебя обогнать, она что-то к тебе уже приближается, ты смотри, сейчас призеваешь, она тебя, вы видите, очень работает. Сука, нет, да, 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 если очень близко, тоже делал. Есть вообще щит-котка, чья пиздец, ну это, это, это ебанис называется, ну все, ну во-первых, есть правильный, сейчас там нет, окей. Давай, когда реально нужен был пример и подражание, вписывайте сюда Алешку. Несуществующего, вы знаете. Облачай его. Блин, Алешка собрал доказов на 25, Катя, у тебя что? Катя, ты отстаешь, давай, какой ты Алешка, ему 15 лет, тебе обещал. Алешка, бля, ему вообще вчера 14, чем было сегодня, вот как у Днюха исполнил. А как он работает, а почему я не видел его навстречу группы? Ну у него там сложный график, тренировки, а дай его телефон, я не могу тебе дать его телефон. Почему ты не можешь дать его телефон? Ты не должна использовать чужую силу, ты должна использовать только свою, тебе не нужны ищи советы, ты сама сможешь добиться всего, давай, 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 а где Алешка? Бля, слиться парень, ушел, родители забрали, а потом появляется Банечка. Ну, короче, понятие, да, постуренька? Лидеры, те, кто на лидирующих позициях сравнивает, аутсайдеры, аутсайдеры сравнивают, аутсайдеры в каком хоре. Что чаще всего цепляет, то, что ты мальчик, она девочка, что чаще всего цепляет, что тебе восемнадцать, а ей шестнадцать, что чаще всего цепляет, то, что он вчера пришел, а ты неделю работаешь. Много этих элементов можно... я сейчас понял, короче, у меня есть в структуре инструктор Юлия, я бы не вообще на сказку, она клево-то работала, ты чевал, ее никто не видел, сука, ты меня заполил. угроза, что такое угроза? Знаете, да? Собрал заказы на две тысячи, сука, бля, не соберешь на двадцать тысяч, поебанно. Придешь на встречу группы, пропишу спрятки, бля. Не, угроза, говоришь, ну смотри, у нас все просто, например, у нас на встречу группы допуск человека, только который собрал заказы больше, чем двенадцать с половиной тысяч. Собрал меньше, чем двенадцать с половиной, и все, ты идешь домой. Ты придешь, развернешься, и уйдешь. И перед всеми этом ты не выполнишь договор, потому что ты не пришел на встречу группы, получается, их посетил в мероприятии. Поэтому, как будто, двенадцать пятьсот, ты не соберешь, ты на встречу группы не придешь, нарушишь условия договора. Так вот, написано, что я должен продавать. Правильно, сука, поэтому ты пиздуй, каталоги раздавай, до тех пор, пока не соберешь двенадцать с половиной. Хочешь ли продавать, хочешь ли каталоги раздавать, не похер. Двенадцать пятьсот должен собрать. Угроза увольнения, угроза не прийти на встречу группы, и все остальное. Промоушен. Ну промоушен, тема помнит. У нас, например, автоматизированный промоушен, то есть у нас на встрече группы есть награждение за самый лучший внешний вид, ну потому что это характерно для больших продаж, за самое лучшее, ну за большее количество розданных каталогов, за большую сумму заказов. И автоматом промоушен говоришь, слушай, на эту неделю у тебя есть промоушен, просто под разными соусами продавать, сколько вы запишите, продавать под разными соусами. То есть внедрите, например, на встречу группы или еще что-нибудь. Я вам почему это рассказываю, все по телефону делается, понимаете, да? У нас созвон с вами, и все это, то, что я говорю, все делается по телефону. Под разными соусами говоришь, смотри, на встрече группы есть такой блок, как будто лучше внешний вид, поэтому давай, ты бери с собой вещи, в офис приедешь, переоденешься, оденешь чулочки, подвязочки, там красивую юбочку, все хорошо, чтобы вышел, чтобы самый красивый внешний вид, чтобы похлопали, и замечательно, и все потрясающе было. Давай одевайся нормально, надень свои трусы с хоботом, чтобы все хорошо было, ведешь на встречу группы, все будет... Тебе похлопали. Я понял, да, полегче. Ну, короче, оденься красиво. Окей, там, давай, твоя задача, как можно больше, собрать заказов, потому что, смотрю по отчетности, там, у Ксюши собрано уже на 30 тысяч, у тебя всего на 20, на встрече группы будут награждать самого лучшего продажника, ты же хочешь, чтобы тебя награждали? Ты хочешь признание? А мы снимем тебя на видео и покажем маме, что вот у нас лучший продажник недели, твоей маме все покажет, что расскажем, что ты молодец, что ты красавчик, вот ты просто пример для подражания. Ты же хочешь этого? Да, хочу, давай, поехали. Промоушены разные устраивать, миниатюрные, по факту, за шоколадку они готовы друг другу горло вырвать просто. У нас на этой встрече группа вообще пиздец, это история, это вообще группа твоя. Витя, куски давления видели? А ты не прогрузилась. Не прогрузилась? И слава богу, наверное. Парень просто, блин, у нас все разделись, вышел там, все разделись, стоят такие, гераклы, один вообще, пиздец, я не знаю, где-то Аня его нашла, запрыгнул, блядь, на Вальсима и начал скакать, вот так, там такой стриптиз был, там вообще пиздец, это ебать, это что твоя. А, да, это к чему, грудь? Харик, по блядь, я не знаю, если я не захватились будем, блядь, внешний вид присновидим. Ну да, ладно, правда, за влезное посещение, ну вот это то, что я сказал, говоришь, если сегодня не раздашь 50 каталогов, на бизнес-тренинг идти нельзя. Ну его же ведет, предметы Китина, или что, да, она молодец, я очень хотел к ней пойти, говоришь, да, она молодец, она даже еще больше, больше молодежь, чем ты можешь писать, идти туда нельзя, идти пока 50 не раздал. Ну, я же нарушу договор, да, блядь, ты нарушишь договор, ну пиздуй каталоги всевать, запрет на, запрет на что ли, ну, комментировать не надо. Смотри, собираешь на 5 каждый день, в конце месяца зарабатываешь 40 тысяч, это больше, чем ты планировал. Руководящий должность. Это все при созвоне, просто поясняй, вы общаетесь, и между делом там сказать, о, кстати, тебе досталось до полутора тысяч, чуть-чуть, то есть я уже пробью 150 баллов, осталось всего в 10 раз больше, и уже руководящий должность. Ну, стой, точно скоро. Давай, чуть-чуть, капельку, поднажми. Примеры людей. Помнишь Леньку навстречу группы? Президатый парень, да? Да. Вот у него же заказ на 20, кто у тебя? Ну, при таких обстоятельствах я могу с этим согласиться и поверить. Тихо, тихо, тихо. Я отрываю. Примеры людей. Личный опыт. Вот это вообще влияет очень сильно. Личный опыт. Говоришь, хочешь, что устроен. Вот когда я был консультантом, у меня было то же самое. Знаешь, как я с этим боролся? Вот. Вот это обычно вставляется в разбор дня. По кейсам. Ну, и, естественно, последнее. Больше плюсов, меньше минусов. Обязательно. Больше элементов, потому что ты молодец, молодец, молодец. И меньше того, что ты говоришь. Это где-то надо. Больше хвалить, не хвалить. Это важно. Еще раз, по телефону вообще другая. По телефону будет меня. Ну, и окончательно доведение до обслуживания. Из мотивационных кейсов это вообще потрясающая штука. Это... О! Я это позаимствовал у Анастасии Круговой в 2014 году. Ой, вообще, как это было продано, я сразу внедрил в разу. Ой, замечательно. Ты раздал пять каталогов. Сегодня тебе не головной раздал пять каталогов. ПЯТЬ КАТАЛОГОВ? Серьезно? Да, серьезно. Слушай, охереть. Расскажи, как ты это сделал? Ну, я заходил в организацию. Блин, подожди. Ты слышишь, это все для тебя. Это тебе. Ты молодец. Молодец. ПЯТЬ! 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 Красавчик! Молодец! Живой мой. Ты знаешь, если мы так пойдем, то за два дня мы раздадим десять каталогов. Ты понимаешь, все равно не пришли. А за три, это же 15. 15. А представь, четыре дня и это уже 20. Это почти половина, ежедневной нормы. Всего лишь за пять дней ты выполнишь половину ежедневной нормы. Как тебе? Артем, ну хватит. Нет, подожди. Потому что было, было, было. Было такое, да? Нет, ты что? Как ощущения? Да ну, бесят. Блё, отстука, пойду, отобразно, вот, опять, пойду, помешусь. Ахилина ты? Да. Окей? Все это в элемент разговора. Еще раз, просто у нас с вами в разбор дня, и в разбор дня вот эти несколько вставляйте. Это ты рука, это рукой, то есть, что-либо? Сейчас отряси рукой. Давай, отряси рукой. Fireclose. Fireclose. Клубки. Нет, нет. По поводу Fireclose. Обязательно, в конце, один из, два сильных механизма лидера, особенно при созвоне. Первый. Мозги. Обратно цвет собственного качества, ну, мозги автоматические должны быть. Второй, это Fireclose, то есть, кончать нужно эффектно. И конец, не должен быть вялым. По поводу Fireclose. Первый момент. Вставляем какие-нибудь цитаты. Заходит охеренно. Вообще. Че, Джош? Ну, офиг. Ну, ты готов? Не скажи, что не выходит цитат, но, знаешь, что-то нашло. Под каждую, под каждую ситуацию свои цитаты. Там сборник каких-то цитат. Подберите, вообще. Указывайте. Приходите. Да, да, да. И у человека за день не получается раздавать каталоги, вообще жизнь боль. зашел в много организаций, ни хера не получается, вообще говно. Жизнь боль. Ты ему все раскалывка, за такой. Жора, пока можешь дышать, борись. Все, так, главное не заржать. Главное не заржать. Он такой, Тем, я понял тебя. Действуй, подруга. Хуя-то. Разрешает обстановку, и он такой, блин, зачем он это сказал? Ничего. Я сегодня собрал заказ на 50 тысяч рублей. Красавчик. Но у каждого фрукта свой сок. Артем, Артем, подойдите, прочитай слух. А-а-а. Ну, Вадим, давай. Ошибаться не страшно. Страшно нам заняться всю жизнь дровно сидеть. Блин, у меня сегодня какой-то дурацкий день. Ты знаешь, я не могу ошибаться не страшно. Да бог, страшно. Всю жизнь надо заняться сидеть. Работаем. Работаем, знаете, что-то не за что-то. История. Не обязательно, чтобы заходило, просто сказать, он такой будет. Умыт. Зачем мне? Все ночи. Какой-нибудь true story. У меня, как у тебя, было 4 года назад. Ты знаешь, кто есть чат? Есть чат-директор. Поэтому у тебя два варианта. Либо ты станешь директором, либо ты пойдешь нахуй. True story. Ну, метаф. Ну, это я не буду, вы это понимаете. То есть, в конце нужно вставить что-нибудь такое, типа, нужно пытаться, 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 еще раз пытаться. Если там за руку всегда говорится. Я никогда не вздавался. Вылезки и видео. Вообще пизда. Вообще. Я столько баловался. Столько баловался вообще. Это, на индексе, в конце. Ты вставляешь какой-то блок там свой, бегаешь с ней такой. Ну что, блядь, сегодня ваш боевой день. Сегодня вы покажете, кто трахнет вас или кого трахнете вы. Сегодня вы выйдете в поле и вы накажете его до конца. Вы, блядь, мои заряженные, сука, стратониты. Мои убийцы, которые не терпят ничьих отказов. Я хочу, чтобы вы взяли эти каталоги и запихали их, блядь, клиентам в глотки и чтобы они подавились, блядь, тебе. И они будут заказывать. Будут заказывать у вас до тех пор, блядь, пока вы не пригодите деньги. А если вы пригодите деньги, вы придете к ним еще раз, блядь, и еще раз. И мы захватим этот мир! И вот то же самое по телефону. Вообще пизда. Вообще, Лешка, Лешка, блядь, не просто так я добрал бранкету. Лешка, не просто так я себе бранкету. Лешка, Лешка, ты сегодня показал, что ты молодец, но завтра по сбору, Лешка, ты должен вытащить. Лешка, десятка, и другим цифры меня вообще не интересуют. Делай все, что можно. Лешка, блядь, не имеешь права идти домой, пока не собрал на 10. Ты услышал меня? Лешка, давай. Лешка, блядь, мать, не зря рожала такого парня, как ты, Лешка. Ну давай, ты услышал меня? Пока можешь дышать, борись, сука. Ахурия. Вообще, блядь. Вот, фаеркласс, если пометьте себе денег, делать неадекватно. Вообще, бешеный такой. Особенно, если вы вообще неадекватны. Это очень хорошо такое. Пример, вот, если у вас какие-то там... Я предсамую, да, Света Князева такая. Морозовый! 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 Нет, просто пример. Сейчас я вам покажу человека, кто наимка делает невероятные вещи. Человеку, который просто изничтожает весь зал. Мне нужна будет ваша помощь, она потребуется. Поэтому, то, что будет говорить этот человек, ваша задача, помогать ему. Могу дам? Вам понравится, будет полный пиздец. Это просто бомба. Это бред. Лучше. Я не видел никого за всю инфорию, блядь, сейшицы. Даже, даже... Мария Алиева не сможет лучше. Хотя, Мария Алиева очень классно получалась на нашем втором упражнении. Прошу встретить громкими, нефутными, амболисметрными, 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 давай, индекс, конец. Поехали. Давай, ну иди сюда. Давай, на консультантов можешь, на руководителей тоже смог. Похорони нас за стеной. Давай, мы в поле пойдем. Помогаем, помогаем. С тиковой, Тём. Да, да, конечно. Поле пойдем? Да. Поле пойдем? Да. Поле пойдем? Да. Поле пойдем? Да. Похрути все. Мы. Поле пойдем? Да. Ура! Хуйня! Прижали я на римпе, ставлю велосипед и слышу, что пизда какая-то! Я стою в офисе, она ко мне вот таким боком и она... И рядом с ней девочка такая же! Если вы так будете обзванивать... Пиздец! Я не уверен, что на другом... На другой стороне телефонного звонка там будет такой лицо, там будет просто бежит такой... Я готов, блядь! Я вхожу! Я иду в поле, я иду раздавать, собирать заказы! Ночь в похуй на ночь! Блядь, смотри! Ну, чего-нибудь все раздумывается... Спасибо, продал! Ну, что я сейчас делал? Ну, что-нибудь придумываете... Создайте просто iZmXstire, Любомите цитату какую-нибудь историю, вырезку из видео, вот вам само личное детальное закрытие... Скидываем карданы... Да, и скидываем карданы! Резюмируем. Очень важно. Созваниваться со структурой нужно от двух раз в день. Запишите это тоже себе. Созваниваться со структурой нужно от двух раз в день. То есть с утра и вечером. Я в последнее время созваниваюсь только вечером, но очень было бы хорошо, если бы вы начинали, естественно, созван. Человек на импер, приехал, взял каталогию созван. Вечером созван, во время дня созван. Вести человека по телефону нужно с того момента, как он оставил анкету. То есть учимся работать с человеком от А до Я. Оставил анкету и стал управляющим хотя бы. Эффективный руководитель работает только с помощью АСБК. Встраивайте и внедряйте в сильную вещь. Мне пришлось ей учиться заново. Потому что мне всегда хотелось и было... Ну когда вы что-то начинаете, сами знаете, как это так непривычно. Как трусы, которые в задницу впевают. Нет, у меня не стрингли. Нет, у меня не стрингли, но все равно плохо. Так просто залить его. Спасибо. Только с помощью АСБК. Снимаю корону и звоним сами, приучивая звонить самостоятельно своих людей. То есть, если вам не позвонили, то нужно сказать, о, ну сука, завтра позвонить, пиздюлей-то я встал. Вот завтра-то я встал. Не надо завтраками кормить. Время 22.00, там может какая-то дичь написана, я вам поясняю. Приучивая сами. Девять веселая. Макерская. Ну вот, 22.00 у меня нет звонка, звоним сами, говорим, слушай, чего не позвонят? Ну, обязанности ты помнишь? Ну давай так просто говорить, за первый раз, ладно, напоминаю, завтра ты не позвонишь, будет не стоит прощаться. Таких, как ты у меня много, не очень хочется тратить на людей, у которых не бывает. Поэтому, давай, сегодня я позвонил, завтра уже будем прощаться. Понял? Приучивая сами, ругать не надо, просто обязанности выполняет. Ну, не видеть себя как пиздюк. Ну, нормально, давай, что по-человечески, давай. Вечерний прозвон строго по шаблону. Начинайте с того шаблона, который я вам скидывал. Тьфу. Говорим. Строго по шаблону. Можете изменить его под себя, чтобы вам было удобно. Можете что-то доработать. Можете что-то добавить, что-то убрать. Но меня он очень сильно возбуждает. То есть, это пиздак. Работа с корпоративной отчетностью обязательна. Хотя бы там свою какую-нибудь сделайте. Хотя бы там просто в заметках. Но лучше, конечно, с той частью, которая есть, которую Вова создавала. Потому что она очень сильно работала. Наблюдение за результатом увеличивается. В первые разы обязательно прозвоните со своим директором. То есть, вот сейчас будете обмедляться. Возьмите директора. Возьмите его. Прозвоните с ним. Пусть он вам обратно связится. И будет потрясающий и замечательный все ваши желания. Устраивайтесь совместные созвоны раз в неделю для обмена опытом. Охуенной темой. Берете себя, своего состоящего директора. И вместе с ним обзваниваете свои структуры. Или берете себя. Берете какую-то параллельную структуру. Своего товарища. Брата по крови. Или еще кого-то. И вместе. Маму, да. И прозваниваете свою структуру. Будь с вами мамой своей. Можно друг друга прозванивать. Можно чего? Отзваниваем структуру своего директора. Можно обзванивать структуру своего директора. А у тебя кто директор? Ты. И что ты прозваниваешь? Ну, как бы да. Слава. Галина самоважная. Галина, да. Вместе. И обратную связь друг другу давать. Это очень сильно работает. То есть собрали кружочек, пошли обзваниваться. Использую все элементы мотивации. Вот которые я вам сегодня сказал. По телефону. Это вот самые эффективные, которые я видел. Вот самые эффективные, которые работают. Я вот их внедрял и до сих пор веду с ними. Меня все устраивает. Ну и главное, естественно, конец гармонии должен быть. То есть фаерклоузы делайте помоски, чтобы люди такие болят, пиздец. Может быть, он будет неадоглатный. Ладно. А потом еще спрашиваете. Ну что, как-то? Что тебе больше нравится? Импект или созвон со мной? Ну вот, говорите, известно, если ведет Татьяна Володина, что он импект, но извините. Тут уж вам ничего не понимает. Ну это вы знаете. Наблюдение за результатом выключивает сам результат. Поэтому наблюдайте, стройте там что-то свое. То есть придумывайте какие-то свои элементы мотивации. придумывайте свои фаерклоузные концы прикольные. Изменяйте, что-то дорабатывайте, доделайте, потому что нет предела совершенства. То, что я вам сегодня рассказывал, это то, что у меня работает и то, что мне дает результат. То, что у меня получается средний балл по консультантам, которые подписываются, начинают работать, это 474 балла. Надо посмотреть. Ну, прошлое какое-то было такое. У меня их всего 4-5 консультантов. Именно если только консультанты убрать. И каждый из них пробивает там кто-то 800, кто-то 1000, кто-то 1200, кто-то 500, кто-то 400. Очень мало людей, которые пробивает меньше, как всегда мало. Это важно. Это, конечно, зависит от второй части работы с амичками, которая будет с вами через неделю. Но вот мы все же получим. Итоги. Истина простая дебилизма. Я не уверен, что вы сегодня знали, что такое кардинально новое или волшебное. Количество инструкторов одно созвонится. Это очень важно. Чем больше созвон, чем лучше созвон, тем больше инструкторов. Количество руководителей, естественно, это продажа карьеры. Вот это мы с вами будем изучать. Второй ступень. Как работать с амичками? Все, что я вам хотел сегодня рассказать, я рассказал. Очень хочется, чтобы вы все применяли. Надеюсь, что время наше с вами не прошло просто так. Мы почти уложились по рекламе. Давайте так с вами как договоримся. Через неделю мы все равно встретимся. Потому что у нас вторая часть, которая будет уже рассказывать о том, как работать с новичком, что делать с новичками, как доводить инструктора, как вести выше инструктора. Ну, то есть тоже вот так и я, но уже я созвон исключаю. Потому что созвон мы с вами разобрали весь. Очень хочется, чтобы в течение вот этой вот недели вы проразванивали себя, свою структуру, структуру директора, если у вас нет людей или людей мало, и замеряли результаты. То есть смотрели, какие выводы, что люди делают, какие результаты приносят, что получается хорошо, что нужно работать. И чтобы следующий мастер-класс мы с вами начали с того, чтобы вы делились впечатлениями. Если есть какие-то вопросы, задавайте ВКонтакте. Видео будет в ближайшее время, можно будет тоже спрашивать. Очень хочу, чтобы это нам дало бешеный результат. И по 3-20 инструкторов за один каталог, чтобы мы с вами могли отдыхать, сука, весь год прогревает этот канал. Всем спасибо, похлопайте, как вам нравится. Друзьёв, ему понравилось, все. Всех спасибо, всех люблю, пошли вот. Можно отметить, что вы при чем-то пути. Пойдем.